Расслабиться и ни о чем не думать. А в этом году отпуск в России превратился в довольно рискованное предприятие, когда каждый неверный шаг может превратить отдых в кошмар. Именно это случилось с клиентами пяти крупных туристических фирм, которые закрылись за последние недели. Нева, Нева, Роза Метров Мир, Экспо Тур, Лабиринт и Интайр. Почему так случилось? Во-первых, любой бизнес любит счет. А сейчас многие турфирмы работают на авось. Заказывают огромные объемы мест у отелей и аля-компаний, а потом не могут их продать. Соответственно, начинают демпинговать, работая фактически себе в убыток. По данным Российского Союза Туриндустрии, сейчас около 40% туров продаются ниже себестоимости. Многие турфирмы платят за уже отдохнувших и вернувшихся в Россию клиентов из тех денег, которые только что поступили для оплаты тура. То есть работают по принципу финансовой пирамиды. И при этом до поры до времени считаются вполне солидными компаниями. Формально все присутствующие сейчас на рынке туроператоры, которые внесены в единый федеральный реестр, они все надежные. У них бумаги в порядке, у них есть взнос, помощь, иначе бы они не попали в реестр. То есть формально они все абсолютно легитимно работающие компании. Чтобы определить надежность, нужно делать серьезный анализ финансового состояния компании. Кто это будет делать? Ни у кого нет таких функций. У нас нет на рынке регулятора, который бы обязан был делать анализ состояния компании. Формально просто туризм собирает бумаги. Все. Человек, фирма в реестре. Добавя до времени, работа по этой нехитрой, но безответственной схеме с демпингом и прочим, позволила многим турфирмам оставаться на плаву. Однако в этом году случилось страшное. Резко упал спрос. Причем сразу по нескольким причинам. Здесь и рост цен на путевки из-за падения рубля, и запрет на выезд за границу силовиков, и беспорядки в таких странах, как Египет и Таиланд. Все это вместе подкосило и без того ошаткое положение многих российских турфирм, в которые, кстати говоря, они сами себя вогнали. Долг такой компании, как Идеалтур перед Оренбургскими авиалиниями составил почти полтора миллиарда рублей. Причем о проблемах этой турфирмы было известно задолго до коллапса. Однако способов его предотвратить на нынешнем рынке просто не существует. В результате тех клиентов, разорившихся фирм, кто успел улететь за границу, в отеля ждал весьма холодный прием. Подробности у Алексея Гусакова. За нынешнее банкротство туроператоров, как всегда, расплачиваются их клиенты. Некоторые заграничные отельеры захотели воспользоваться ситуацией и получить со своих номеров двойной доход. В случае с Лабиринтом мы сталкиваемся с тем, что отели выгоняют людей, даже если их проживание полностью оплачено, утверждая, что деньги не поступили. Вот у нас был такой случай, когда пятизвездочный отель на Халкидиках пытался выгнать 400 россиян, которые заехали 1 августа, при том, что их проживание было полностью оплачено. Получается, законы гостеприимства работают только до тех пор, пока у вашего туроператора не закончились деньги. Однако обычные законы должны работать независимо от финансового положения туркомпаний. К ним и нужно апеллировать, если владелец отеля требует, чтобы на следующий день вы освободили номер. Это безобразная ситуация, прямо скажем, выходящая за рамки как этических норм, так и юридических. Если туриста уже поселили в отель, у него есть ваучер на размещение, то отель не имеет права требовать повторной оплаты. Если это тур, если отель оплачен в рамках туристической поездки, то у туриста есть полное и законное основание проживать в оплаченном им отеле до конца срока проживания. Юристы советуют, если ваши доводы не убедили отельера, следует вызвать представителя туроператора. Если и с его помощью проблему решить не удалось, придется обратиться за помощью к консулу. А в случае, когда и консульское вмешательство не помогло, придется оплатить проживание, сохранить чеки и надеяться на возмещение расходов от страховой компании. Правда, в последнее время надежды на страховщиков все меньше. В конце июля Центробанку пришлось приостановить действия лицензии компании «Восхождение» страховщика обанкротившихся турфирм «Нева» и «Лабиринт». Так что сейчас туристам придется обращать внимание уже не только на то, от какого туроператора путевка, но и от какой компании страховка. Правда, крупные страховые компании на туристический бизнес смотрят уже с опаской. Слишком велики риски из-за непрозрачности участников рынка. До той поры, пока они не будут надзираемы так, как мы, то есть Ростуризм знает финансовое положение, платежеспособность, может проверять их и гарантировать их солидность и устойчивость, до той поры будут всегда у страховщиков вопросы по поводу того, брать этот риск на себя или не брать. Сейчас правительство предлагает ужесточить ответственность для тех турфирм, которые нарушают финансовую дисциплину. Для повышения контроля Минкульт хочет ввести дополнительное подтверждение оплаты билета и размещения в отеле. Под горячую руку попали и онлайн-продавцы туристических услуг. Их ответственность тоже предлагается повысить. Страховщики назвали инициативу министерства избыточной, а туроператоры не увидели в предложениях ведомства никакой системы. Предложения Минкульта несколько несистемные. Они включают разные способы регулирования взаимоотношений на туристическом рынке. Зачастую взаимосключающие. В частности, там были требования по ужесточению нахождения туроператоров в реестре, одновременно лицензирование. То есть либо лицензирование, либо лицензирование. Со своей стороны страховщики и туроператоры предложили собственную стратегию выхода из кризиса. По их мнению, необходимо ввести трехступенчатую систему гарантий. От туроператоров к страховщикам и государству. Сначала саморегулируемая организация туристов берет на себя первые риски. Затем пул страховщиков берет на себя финансовые риски этого первого уровня. И соответствующие государственные гарантии для того туризма, который он считает социальным, тоже должны быть разработаны. Вот такая трехуровневая система нам будет доработана. Предполагается, что стратегия будет разработана к концу августа. Участники рынка рассчитывают, что профильный законопроект будет внесен в Госдуму уже в середине сентября. Стоит надеяться, что в следующем сезоне российским туристам воевать с заграничными ательерами уже не придется. Особенно, если организовывать поездку самим. Алексей Гусаков, Станислав Горячих и Егор Ефремов. Москва-24. И напоследок, как всегда, о лучших курсах обмена валют в московских банках. Итак, самый низкий курс продажи доллара в столичных обмене. Продолжение следует...